Бедняк и мудрец Илья с ума сошел, и они сошли, удивился бедняк. Предлагает бедняк третьему торгашу. Купишь быка? Это не бык, а коза. Ничего не поделаешь, сказал бедняк. Вы трое утверждаете, что это коза, а не бык. Придется обратиться к мудрецу. И спросил бедняк у мудреца. Мы пришли с одним спорным вопросом. Дело в том, что они говорят про моего быка, что это коза, ведь это же бык, а бык не может стать козой. Ты сам видишь, что это коза, а коза не может стать быком, дал ответ мудрец. Ну что же поделать, если мой бык стал козой? Сколько же стоит эта коза? Спросил бедняк у мудреца. Три монеты. Бедняк продал торгашу за три монеты своего быка и попросил, дай мне хвост этой козы. Взял он три монеты, бычий хвост и отправился домой. Через некоторое время мудрец заболел. Прослышал про это бедняк, сбрил усы и бороду, оделся в женское платье и отправился в село, в котором жил мудрец. Остановился он у соседа мудреца и спрашивает его сосед. Что ты за женщина и чем занимаешься? Я занимаюсь врачеванием. Она может вылечить мудреца, подумал сосед и отвел переодетого бедняка к мудрецу. Осмотрел бедняк мудреца и говорит, я вылечу тебя, три дня и три ночи буду лечить, но мое лекарство сильное. Если в эти три дня и три ночи ты скрихнешь, будешь шуметь или кто-нибудь к нам войдет, мои лекарства тебе не помогут. Хорошо, я согласен, сказал мудрец, измученный болезнью. Ночью вошел бедняк к мудрецу и стал ласково говорить ему, как ты себя чувствуешь, что у тебя болит? Злой недуг вселился в меня, боли меня мучают, жаловался мудрец. Тогда бедняк достал из кармана бычий хвост, показал его мудрецу и начал лечение. Хлыстнет его поперек спины бычьим хвостом и спрашивает, разве это козлиный хвост? Хлыстнет его поперек спины и спрашивает, разве это не бычий хвост? Три дня и три ночи проводил бедняк лечение, а затем отправился во свояси. Так он отомстил мудрецу за обман.